Спасибо. Что касается санкций, я думаю, что все западные политики говорят одно и то же. Они говорят, вот есть Минские соглашения, они будут выполнены. Санкции, которые привязаны к Минским соглашениям, вот, собственно, это так. Как вы знаете, в Минские соглашения входит передача границы, передача контроля границей между так называемым Донецкой и Луганской народными республиками под контроль киевского правительства. И вот пока этого не произойдет, санкции не будут сняты. Как только их произойдет, часть санкций будет снята. Есть целый ряд мнений на тему того, какие именно санкции относятся к Восточной Украине, а какие относятся к Крыму. Но, видимо, последний раунд санкций, который был введен в августе-сентябре 2014 года, видимо, он относится к Минским соглашениям. И я думаю, что вот об этом, как раз и говорят, американские и европейские политики, когда они об этом говорят. Многое, конечно, зависит от того, что сделает украинское правительство, будут ли проведены выборы, каким образом они будут проведены, смогут ли проголосовать люди, которые вынуждены были уехать из этой части страны, будет ли закон об особом статусе, потому что, в принципе, в Минских соглашениях предусматривается возврат границы после выполнения этих условий. И, соответственно, все это, на самом деле, очень сложный вопрос. Безусловно, европейские и американские политики хотели бы, чтобы Минские соглашения были выполнены в полном объеме. Без этого, наверное, санкций с ним будет. Вот. Может ли это произойти в ближайшие месяцы? Может быть. И в том числе это связано с вашим вторым вопросом. Потому что с чисто финансовой точки зрения Россия не может продолжить существовать в ближайшие три года без существенных экономических изменений, например. Как я уже сказал, сегодняшний бюджет при цене 30 долларов на нефть не сводится на горизонте одного года. Вот если цена на нефть останется в 30 долларов за пары, то нужно либо напечатать гораздо больше денег, тем самым обесценив реальные доходы и реальные пенсии, либо нужно сократить доходы чуть ли не в номинальном рублях, либо нужно повысить налоги, либо каким-то образом очень быстро способствовать снятию санкций. Например, отдав границу под контролью правительства. Все это может произойти. Могут быть и другие сценарии. Часто говорят о том, что российская внешняя политика непредсказуема в том смысле, что если для внутренней политики нужна новая эскалация, то это может всегда произойти. И в последние пару лет мы видели самые непредсказуемые ходы в области российской внешней политики. Сказать их невозможно по определению, поэтому я выстежусь от комментариев. Но факт заключается в том, что без серьезных сокращений расходов этот бюджет больше не сводится при внешней цене на нефть. Серьезные сокращения расходов – это очень тяжелая политическая мера. Напомню, что бюджет 2015 года по сравнению с исходным планом, который разрабатывался летом 2014 года, представленный на плане 100 долларов за баррель, был подписан в декабре 2014 года президентом Путиным. Этот бюджет был пересмотрен примерно на 8% пунктов вниз в реальный термин. Бюджет 2016 года сокращен примерно на 8 или 9% в реальных терминах по сравнению с тем бюджетом. И бюджет 2016 года, как я уже сказал, сейчас тоже будет сокращаться. То есть все это абсолютно непредсказуемые события. Власть может пойти на реформы, власть может искать решений за российскими границами, придумывая новые поводы, новые причины для того, чтобы люди понимали, за что именно они страдают, почему они все вкладывают, потому что они понимают, что есть более важные вещи, чем простые экономические переменные. И может быть действительно изменение в отношении Запада, или интеграция, снятие санкций и так далее. Но условия для снятия санкций абсолютно определяет. Продолжение следует...